В отличие от большинства простых и по-настоящему бедных россиян, премьер-министр Мишустин действительно живет все лучше и лучше. Состояние одного из главных представителей режима уже настолько нескромное, что ему приходится записывать свои заводы, дома, пароходы на родственников. Что прячет премьер? Показываем. Михаил Владимирович Мишустин. 58 лет. Председатель правительства Российской Федерации с 2020 года. В 2008-2010 он два года работал одним из руководителей инвестиционной компании UFG. Доходы, которые получил он от этой деятельности за счет связи в высоких кабинетах власти, составили не менее 36 миллионов долларов. Это очень похоже на очередную коррупционную схему по легализации преступных доходов. За исключением этого небольшого двухлетнего перерыва, Мишустин все время работал высокопоставленным чиновником, должность которого несовместима с бизнесом. Согласно антикоррупционной декларации, за 2010-2021 годы доход Мишустина составил 270 миллионов 71 тысячу 604 рубля. Но Михаил Мишустин и его семья владеют активами стоимостью в 6 миллиардов 700 миллионов рублей. Как это получилось, непонятно. Забор высокий какой. За забором Российская Федерация. То есть прямо так и написано в свидетельстве на право собственности. Российская Федерация. Когда Мишустин стал премьером, всю недвижимость, записанную на него, засекретили. Новый премьер-министр России Михаил Мишустин. У него таких российских федераций много. Потому что сейчас все наше государство прячет Мишустина и его имущество. Везде, где была фамилия Мишустин, написано теперь Российская Федерация. Но нам удалось собрать внушительный список объектов, так или иначе принадлежащих чиновнику. Итак, список недвижимости и активов действующего главы Кабмина. Квартира в Москве. Улица Трехгорный вал, дом 12, строение 2. Квартира 47. Цена 66 миллионов рублей. Поместье 2,6 гектара земли и 6 домов общей площадью 2745 квадратных метров на этом участке. Коттеджный поселок Коттенвей расположен на 24-м километре Рублево-Успенского шоссе. Цена 1 миллиард рублей. Коттедж в поселке Агаларов Эстейт. Участок площадью 2500 квадратных метров. И дом на нем площадью 925 квадратов. Оформлен на родную сестру премьер-министра Наталью Стенину. Цена полмиллиарда рублей. Квартира в ЖК Найтс Бридж Парк. Площадь 170 квадратов. Оформлено также на сестру Наталью. Цена 336 миллионов рублей. Участок земли в Московской области. Истринский район. Поселок Абушковская. Дом 10. Оформлен на родную сестру премьер-министра Наталью Стенину. Цена 50 миллионов рублей. Идем дальше. Тверской бульвар 15, строение 2, Москва. ООО «Гарантия» владеет этим зданием на Тверском бульваре. Площадью 2200 квадратов. Минимальная стоимость 1 миллиард рублей. 25% этого предприятия «Гарантия» оформлено на сестру премьер-министра Наталью. Цена 250 миллионов рублей. Две квартиры. В Москве, район Хамовники, улица Фрунзенская, 3-я. Дом 5, корпус 1. Площадью 360 квадратных метров. Оформлены на сыновей премьер-министра Алексея Мишустина и Александра Мишустина. Цена 468 миллионов рублей. Невозможно не обратить внимание на супругу Владлену Юрьевну Мишустину. Дела у нее идут великолепно. За последние годы она одна, без дохода супруга-чиновника, заработала почти 800 миллионов рублей. На Владлену Мишустину не зарегистрировано ни одного действующего юридического лица. Но каждый год она исправно зарабатывает миллионы долларов. Почему Путин разрешает своим чиновникам воровать? В политической науке это называется красиво. Покупка лояльности элит. При этом россиянам можно продолжать рассказывать сказки. Ну, уважаемый Владимир Владимирович, экономика страны продолжает, я бы даже сказал, уверенно восстанавливаться. Несмотря на санкции, на все, скажем, чинимые препятствия нашей стране, я как раз сейчас готовюсь к вам, смотрел цифры. За пять месяцев сегодня у нас рост ВВП составил 0,6%. Богатство будет и дальше скапливаться в карманах и на счетах чиновников, лояльных Кремлю, в обмен на постоянно растущее число бедных людей. По итогам 2023 года за чертой бедности находились 19 миллионов 600 тысяч жителей Российской Федерации.